МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На телеканале НИКО ТВ новости. В студии Екатерина Киселёва. В начале выпуска коротко о главных темах. Грипп наступает. Школы экологии уже начали закрываться. На карантин. Космический успех. Калужский школьник победил на всероссийских чтениях Королёва. 25 лет играючи. Калужская итальянка отметила день рождения. Научила гостей свистеть. Калужский городоначальник Константин Баранов вошел в состав экспертной группы, которая будет изучать опыт реформы местного самоуправления. Накануне первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин рассказал главам городов, что они должны активнее работать с населением. Руководители городов должны передавать часть функции местных властей социально ориентированным некоммерческим организациям. Как известно, три последних дня проходил семинар под лозунгом «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные практики». Где на этом семинаре нам была предоставлена возможность поделиться тем опытом, который существует в городе Калуга с 2000 года по взаимодействию и налаживанию коммуникации нашими гражданами. Поэтому на сегодняшний день, скажем так, наша практика признана одной из самых лучших. И, соответственно, нам предложено поучаствовать в этой рабочей группе, которая будет заниматься именно вопросами, связанными с местным самоуправлением. Сбербанк опроверг информацию о введении с 1 марта суточного лимита на снятие наличных в банкоматах. В СМИ накануне появилась информация о том, что в день с карты Сбербанка можно будет снять не больше 50 тысяч. Однако в кредитной организации РБК заявили, что в настоящее время суточный лимит по картам составляет 150 тысяч рублей в день и останется таким без изменений после 1 марта. Никаких изменений не ожидается и в пенсионной системе. Напомню, ранее Минэкономразвитие хотело рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста. Но его не будут повышать, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Стратегия развития пенсионной системы утверждена до 2030 года и вопросов, связанных с изменением пенсионного возраста, там нет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Согласно документу, операторы обязаны обеспечить абонентам возможность бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб по этому номеру. Напомню, в нашей области официальное открытие операторской системы спасения состоялось еще в середине декабря прошлого года. Эпидемии гриппа нет, но в некоторых школах приостановили учебный процесс. Еженедельно в области регистрируют около 5000 респираторных заболеваний, 2000 из них в Калуге. По темпу прироста, если сравнивать заболеваемость, допустим, на этой неделе с предыдущей, то идет рост заболеваемости во всех возрастных группах, особенно значительно у школьников и особенно значительно в городе Калуге. В связи с этим у нас закрыты три школы полностью, это 13, 14 и 21, и пять школ, где закрыто по одному два класса. Это нормальное сезонное явление, уверяют специалисты. Они отмечают, что пик заболеваемости несколько сместился. По их прогнозам, в этом году болеть будут до марта. Вкалывают роботы, коровы отдыхают. В Боровском районе открылась новая роботизированная ферма. Комфортное доение, чистота и большие планы на хорошие надои в сюжете Марины Давыдовичкиной. Девять месяцев усердного строительства и в чистом поле возникла молочная ферма. Да не простая, а роботизированная. Животноводческий комплекс «Зао Кривская» в Боровском районе пополнился еще одним элементом. Самым сложным, по словам директора, было принять решение строить новую ферму или реконструировать старую. Еще проезжая прошлой зимой, вот вдоль этого поля, у меня и шальной мысли даже не было, что здесь может появиться такое сооружение. Да, во время строительства изникали проблемки, трудности. Но главное стоит задача, они должны выполняться. А вам как-то помешал кризис? Ну, давайте скажем так, а мы его и не сильно заметили. Не почувствуя? Да, мы шли своей дорогой, тем более, что оборудование, правда, у нас фирмы «Доловаль». Да, оно было в евро, но мы почти успели проскочить. Это 15-я по счету роботизированная ферма в регионе. Здесь, в Кривском, будут трудиться 8 роботов, так называемых современных доельных аппаратов, которые не требуют ручного вмешательства. Ферма рассчитана на 500 голов, пока здесь только 90. Работа идет в тестовом режиме, коровам надо привыкнуть. В будущем территория фермы будет расширяться. Рядом планируют выращивать корма. Я бы хотел сегодня подчеркнуть, что в действительности новой технологии позволяет нам совершенно по-другому воспринимать сельское хозяйство. Мы уже по уровню технологий, конечно, выходим на практически ноздря в ноздрю с нашими лучшими промышленными технологиями. Все модернизируется в сельском хозяйстве, но глубокие и выразительные глаза коров не меняются. Отек апрель-юм месяц, в день 90-й оголов. Почесаться любят, я говорю. Почесаться любят. Установлены такие автоматизированные чесалки для комфорта коров. Техника животных не пугает, еще бы, ведь она приносит им только удовольствие. На ферме будет всего 4 сотрудника, следствия и 3 вспомогательных операторов. Аппарат с помощью инфракрасного света сам распознает вымя коровы и приступает к доению. Информация о каждом животном заложена в память машины. Теперь сказать, что работа на ферме – это грязное дело, нельзя. По крайней мере, в Кривском. Марина Давыдовичкина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКТВ, Боровский район. Он представил космос на Земле, чем извоевал расположение жюри. Данила Крученин, ученик 36-го лицея, стал победителем всероссийских чтений имени Королева. Главный приз – поездка на космодром Байконур и возможность увидеть запуск ракеты. С одаренным школьником познакомился Андрей Ткачев. Цветает. Я беру весла и иду к реке. Я отплываю в тумань, высоко розовеет. О творчестве Константина Паустовского 11-летний школьник может рассказывать долго. И даже конкурсную работу посвятил писателю. Как когда-то Сальвадор Дали проиллюстрировал божественную комедию «Данте», Данила написал 12 картин по мещерской стороне и добавил к ним цитаты из произведения. Я летом ездил в Тарусу, в музей Паустовского. Побывал везде и на могиле писателя. Я познакомился с его дочерью Галиной Алексеевной Арбузовой. И она мне подарила книгу «Мещерская сторона» с автографом и пожеланиями. Ландшафты маслом, как земля в иллюминаторе. У каждой детали уникальные значения. На этой картине Данила цветами символизирует планету, а наступающую тьму – космосом. И при этом всегда есть солнце, которое может оградить от темноты. А если юный художник запутается в собственных мыслях, на помощь всегда придет научный руководитель. Когда каждый ребенок выступает и что-то делает, творит, когда ты с ним близка и чувствуешь, что ребенок должен выполнить свои чувства, показать свои умения, навыки, конечно, сопереживаешь. И любишь в это время его работу, и этого ребенка безумно, потому что вместе с ним творишь. Но поддержка руководителя еще не все. Вместе с Данилой на конкурс от 36-го лицея ездили еще несколько школьников. Тунара Мамедова и Григорий Малахов хоть и не выиграли, но стали лауреатами первой степени. О победе пятиклассника не завидуют. Мы всегда поддерживаем друг друга. Мы очень рады за Даню, за то, что он получил поездку на Байконур. На Байконур. Ну, мы надеемся, что сможем участвовать в следующих конференциях. Так же хорошо. Данила уже не раз выступал на подобных конкурсах. Становился лауреатом третьей и второй степени. Но с картинами, нарисованными всего лишь за одно лето, выиграл впервые. Теперь юный художник ждет, не дождется мартовской поездки на космодром. Я бы хотел попробовать полетать в невесомости. А еще? Ну, еще в скафандре побыть и поесть еду в тюбиках. Но и о любимом деле Данила не забудет. Школьник уже планирует перенести впечатление от поездки на холст, нарисовать ракету и может даже представить картину на будущих конкурсах. Андрей Ткачев, Леон Ким, телекомпания НИКА-ТВ. День рождения – праздник веселый, особенно когда он отмечается у любимого многими русского напитка – водки. Сегодня горячительному напитку 150 лет. Рецепт приготовления, секрет успеха пыталась узнать Марина Давыдочкина. День рождения – грустный праздник, но только не в этот раз. Сегодня юбилей русской водки. Горячительному напитку исполнилось 150 лет. В 1865 году великий русский ученый Дмитрий Менделеев защитил диссертацию о соединении спирта с водой. И с тех самых пор повелось, что водка – это неотъемлемая часть русского национального характера. По крайней мере, так считает любой иностранец. Но разве раньше на Руси водки не существовало? Конечно же нет. Просто тогда этим словом назывался не полученный путем ретификации практически чистый спирт, а травяной целебный сбор, настоянный на воде. Именно от слова «вода», а ласкова «водичка» и появилось название «водка». Первые упоминания о ней были в летописях еще в 15 веке. Тогда, чтобы придать напитку необычный вкус и полезные свойства, наши предки настаивали водку на толченых желудях. Хмели использовали фрукты, пряности и лесные ягоды. Особо почетным было угостить гостя водкой на любую букву алфавита, который он скажет. К примеру, анисовая, березовая, калиновая, укропная, щавельная и так далее. Сегодня на полках магазина такой экзотический товар не встретишь, но выбор большой. А в некоторых городах России, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск даже существуют музеи русской водки. Праздник праздником, но не надо забывать. Любой алкоголь – это яд. И чрезмерное его употребление наносит тяжкий вред вашему здоровью. Марина Давыдовичкина, телекомпания «Ника ТВ». Игра и гармонь Калужская. Народный коллектив «Калужская итальянка» собрал на юбилейный вечер друзей, близких и просто всех желающих сыграть на народных инструментах. Испытала себя и Анна Дементьева. В Доме мастеров всегда рады гостям. Традиционно встречают их хлебом и солью. Но, пожалуй, это единственное место, где встречают по одежке. Повод принарядиться есть. У калужской итальянки юбилей. 25 лет назад ей присвоили звание самодеятельного народного коллектива. И поздравить с этим значительным событием Владимир Иракова со товарищей собрались все, для кого гармонь – не просто музыкальный инструмент. Такие праздники проходят с 87-го года прошлого века. Парень с широкой улыбкой на этом плакате, уже дедушка, посетить вечеринку не смог. Задержали на работе. А его так ждали. Алисей Чихара. Мы долго думали, в какую фотографию поставить на этот плакат. И кажется, он хорошо, очень далеко разбегая гармонь, так широко-широко аж дыхание затаил. И вот, думаю, вот это самый портрет. Вообще фотографий итальянки много. Участники трепетно относятся к истории своего коллектива. За его долгую творческую жизнь сменилось аж три состава. В кулуарах веселятся старейшие участники. И здесь, как говорится, своя атмосфера. Анна Ивановна, а ну фите, пожалуйста, меня вот так залихватски свистеть. Можете? А, да, да. Вот два пальца закладываешь. Вот я вот это вот как бы прижимаю. А аккомпанемент можно? Искусство художественного свиста дается не каждому. Свист на бересте и тому подавно. К тому же качество бересты, по словам завзятых свистунов, оставляет желать лучшего. Сейчас, как бы можно сказать, я заметил такая интересная тенденция, что как-то изменилась природа. И уже береста стала даже не та. Анна Дементьева, Артем Соснин, телекомпания НИК-ТВ. Италия встречает нового кумира. Этой ночью состоялся финальный поединок международного турнира по профессиональному боксу APB Pro Boxing. Напомним, что в нем принимают участие сильнейшие боксеры-любители со всего мира. В их числе и боксер из Обнинска Алексей Егоров. Этой ночью он провел финальный поединок с любимчиком местной публики, двукратным чемпионом мира, призером Олимпийских игр Климента Русса. Напомним, что до этого боксеры уже встречались. Тогда бой окончился в пользу Алексея. Он вырвал победу у итальянца по очкам. В этот раз, вопреки ожиданиям местной публики, Егоров вновь одержал победу, правда, с большим преимуществом по очкам. Алексея с поясом чемпиона провожали под аплодисменты стоя, при этом скандируя уже его имя, а не Климента Русса. Более того, за все время выступления в Италии у Алексея уже успел сформироваться свой небольшой фан-клуб. Ну а помимо победы обнинского боксера, у итальянцев есть еще один повод для радости. Там сегодня начинается венецианский карнавал. Это грандиозное событие в Италии, один из самых знаменитых карнавалов в мире. Этот костюмированный бал-маскарад самый старинный из всех карнавалов планеты, ежегодно проходящий в Венеции. Он продолжается больше двух недель. Дата его открытия зависит от начала католического Великого Поста, а заканчивается он в среду, первой неделе Великого Поста. Венецианский карнавал имеет многовековую историю. Праздник в честь бога Сатурна справлялся после сбора урожая и сопровождался массовыми гуляниями. Причем рабам во время праздника разрешалось сидеть за господским столом наравне с хозяевами. Но чтобы сословные предрассудки не испортили веселье, все прятали свои лица под масками. Субтитры создавал DimaTorzok И наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok